На перегонки с инфляцией риски 2019 года вынудили ЦБ поднять ставку коммерсанта от 14 декабря 2018 года, 15 часов 04 минуты в пятницу Совет директоров Центрального банка России повысил ключевую ставку на 0,25% пункта, до 7,75% годовых. ЦБ подчеркнул, что такое решение носит упреждающий характер, оно должно предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне существенно выше 4%. Одновременно Банк России объявил о возобновлении покупок валюты в резервы с 15 января 2019 года. Возможное новое падение курса рубля, рост НДС и санкционные риски заставили ЦБ поднять прогноз инфляции на 2019 год до уровня в 5,5,5 к целевым 4%, она вернется лишь в 2020, ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25% пункта, теперь она составляет 7,75% годовых. Такое решение не стало неожиданным, но при этом оно прогнозировалось лишь частью аналитиков. Своё решение Банк России связал с ростом инфляции, назвав его упреждающим, регулятор полагает, что рост ставки позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне сильно выше целевого. Пока по итогам 2018 года инфляция ожидается вблизи целевого уровня в 4% в диапазоне 3,9-4,2%. Но большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост, констатирует регулятор. Продолжается подстройка цен к ослаблению рубля, зафиксированному в начале года, а также уже начинает сказываться предстоящее в 2019 году повышение НДС с 18% до 20%. На фоне этого увеличиваются ционовые ожидания предприятий, инфляционные настроения населения также повысились в ноябре. Дальнейшая их динамика остается пока неопределенной, указывает ЦБ, в первой половине 2019 года из-за повышения НДС и ослабления рубля инфляции ускорится, достигнув своего максимума на конец года она составит 5,5.5. К 4% уровень инфляции вернется в первой половине 2020 года, когда эффект от ослабления российской валюты и повышения налога будет исчерпан. Пока же баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте, указывает ЦБ. Почему ЦБ сохранил ключевую ставку в прошлый раз дальнейшее развитие внешних условий и их влияние на цены финансовых активов остаются неопределенными, существуют риски превышения предложения над спросом на рынки нефти в 2019 году. Возможный отоп капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые инфляционные ожидания, считают ЦБ, оценивая экономику России. ЦБ отмечает некоторое замедление роста ВВП, но он продолжает оставаться вблизи потенциального, до 1,5% по итогам третьего квартала. Такая динамика укладывается в прогноз ЦБ и вызвана преимущественно эффектом высокой базы в сельском хозяйстве. Прогноз роста экономики России в 2018 году сохранен на уровне 1,5-2. Оценки регуляторам среднесрочных перспектив роста ВВП не претерпели существенных изменений. В 2019 году ЦБ прогнозирует рост ВВП в пределах 1,2-1,7 в последующие годы по мере реализации запланированных структурных мер Банк России допускает и повышение темпов роста экономики. В пресс-релизе по итогам заседания Совета директоров ЦБ вновь сохранил ястребиный сигнал о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки. В последующем Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, исходя из динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также внешних условий и реакции финансовых рынков на них. Одновременно с решением поставки Банк России объявила возобновление регулярных покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке, отметил ЦБ, подтвердив, что решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке, порядка 30 миллиардов долларов, будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, подчеркивается в сообщении регулятора. О том, что ЦБ вернется на рынок с покупками валюты после новогодних праздников, в конце ноября говорила председатель Банка России Эльвира Набиулина. Напомним, в августе нынешнего года из-за волатильности курса рубля ЦБ приостановил покупку валюты для Минфина на рынке, затем этот мораторий был продлен до конца 2018 года. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки запланировано на 8 февраля. Евгения Крючкова, Вадим Веслагузов Какой прогноз роста российской экономики дает Всемирный банк В 40-м докладе Московского представительства Всемирного банка об экономике России не обнаруживается причин для роста ВВП выше потенциальных 1,5-1,8 в среднесрочной перспективе даже при среднегодовой цене нефти выше 70 долларов за баррель. Ускорение потенциального роста до 3% и выше в год возможно с 2028 года, но при условии повышения факторной производительности, отмечают аналитики банка. Этому, однако, противоречит наблюдаемая концентрация экономической активности в руках государства. Читать далее.